10 лет лишения свободы запросила сторона обвинения для Барнаульца Константина Подуна, которого обвиняют в убийстве бывшей супруги в январе прошлого года. Рейдерский захват или наговоры в селе Ганьба одну из улиц хотят исключить из местного ТСЖ. Алтайские хоккеисты попали под мишкопад, за что болельщики забросали спортсменов мягкими игрушками. В Бейске и Барнауле объявлен режим черного неба. Он продлится как минимум до 21 февраля. Все это время в воздухе будет сохраняться большое скопление вредных примесей первой степени опасности. Сегодня в некоторых населенных пунктах края, например, в Третьяковском районе, столбики термометров опустились ниже 40 градусов. По прогнозам синоптиков, морозная погода в крае будет держаться до конца недели. Самую холодную ночь ожидают с 22 по 23 февраля. Продолжим. Страна обвинения запросила почти 10 лет лишения свободы для Константина Подуна, которого обвиняют в убийстве бывшей супруги в январе прошлого года. На очередном судебном заседании, где заслушали прения сторон, побывала наша съемочная группа. Это бытовое преступление войдет в историю региона как одно из самых резонансных. По версии следствия, Константин Подун задушил бывшую супругу, переместил тело на крышу, присыпал снегом и избавился от вещей и телефона женщины. Дело расследовали больше года. Напомним, на прошлом заседании суда подсудимый согласился возместить средства оплаты услуг представителя потерпевшей стороны суммой в 92 тысячи рублей. Однако сегодня, посоветовавшись с адвокатом, попросил об освобождении от процессуальных издержек. У меня позиция такая, что к этим издержкам привело нарушение против меня 171-й, 220-й статьи УПК. И это не по моей вине, вот эта апелляция и все такие издержки. В связи с этим просите что? Освободить от... Судебное следствие закончилось и начались судебные прения сторон. Сторона обвинения признала в качестве смягчающих обстоятельств. Признание вины, раскаяние, помощь следствию, наличие двух детей на иждивении и состояние здоровья подсудимого. Отехчающих обстоятельств по делу не собрано. Ополагаю, возможно, назначить ободону следующее наказание. 9 лет 10 месяцев решения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Прокурор предложил за честь время содержания под стражей с 8 января 2023 года до вступления приговора в силу из расчета один к одному. Однако сторона потерпевшего не согласна с версией Падуна, по которой он защищался от нападения Елены Падун. Представитель отметила, что женщина невысокого роста и веса не больше 50 килограммов не смогла бы нанести вред подсудимому, а также зачитала показания несовершеннолетних детей. А также других свидетелей. Отношения с Падун Константином у нее были напряженный, он издевался над ней, оскорблял ее, наносил побои, хватал за руки, бил головой о стену, водой отливал, при детях оскорблял. Сторона потерпевшего запросила для Падуна максимально строгое наказание. Сам же подсудимый оказался не готов к такому объему информации. Судья дала мужчине неделю для подготовки к премиям и последнему слову. Следующее заседание состоится 26 февраля в 10.00. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов, День с толком. Дело о крупном хищении электроэнергии в Бийске на 63 миллиона рублей ушло в суд. Имущество обвиняемых, несколько квартир, автобусов и дорогостоящих авто арестовано. Возможно, его конфискация. Фигуранты дела – это 44-летний гендиректор крупного акционерного общества Бийска и 35-летний ведущий инженер энергосбытовой компании, чью электроэнергию, по версии следствия, обвиняемые похищали. В период с 2017 по 2020 год подельники организовали безучетное потребление электроэнергии на торговых площадках, которые сдавались в аренду. Это позволило им уменьшить затраты по коммунальным платежам и увеличить собственную прибыль. В результате мошеннических действий фигурантами была похищена принадлежавшая энергосбытовой организации «Электроэнергия» стоимостью более 63 миллионов рублей, что причинило ей имущественный ущерб в особо крупном размере. Денежными средствами обвиняемые распорядились по собственному усмотрению. Против гендиректора и инженера возбудили уголовное дело за мошенничество. Последний также попал под уголовное преследование за незаконное приобретение и хранение взрывчатки. Во время обыска в его доме правоохранители нашли в сейфе банки с порохом, которые хранились незаконно. Имущество обвиняемых арестовано на сумму 84 с лишним миллионов рублей. Это несколько квартир, дорогие машины и автобусы. Также обвиняемым ресурсовики направили иск с требованием возместить ущерб, пишет алтайская прокуратура. Она утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд. Экшн-погоней за пьяным водителем отметились эти выходные в Барнауле. Полицейская машина пыталась догнать такси. Инцидент произошел вечером на пересечении улиц Матросова и Антона Петрова. Полицейские заметили авто, которое проехало на запрещающий сигнал светофора. На требование остановиться водитель не отреагировал и увеличил скорость, пытаясь скрыться. По пути он неоднократно нарушал правила дорожного движения и в результате столкнулся с иномаркой Toyota Alex. Но даже после этого Шумахер не стал сдаваться и попробовал убежать. Ему это не удалось. Полиция нарушителя задержала. В отношении него составлен административный протокол – транспорт на спецстоянке. Добавим, погоня обошлась без пострадавших. В пятницу вечером из Бийска отправили гуманитарный груз стоимостью более 10 миллионов рублей. Совсем скоро фура должна прибыть в Ростовскую область, а уже оттуда в прифронтовые госпитали. Тему продолжим в следующем сюжете. Впереди дальний путь. Больше 4000 километров. Два санитарных автомобиля ОАС, два палатных рентгенаппарата и почти 5000 флаконов антисептика отправляются из Бийска в прифронтовые госпитали. Оплачен гуманитарный груз депутатам Госдумы Александром Прокопьевым. Перед отправкой автомобилей проходит серьезную подготовку. Техника, которая совсем скоро окажется в прифронтовых госпиталях, должна работать безотказно. Автомобиль обладает отличными качествами, такими как внедорожные, полный привод у нас, коробка пятиступенчатая. Просто в принципе хороший автомобиль для выполнения таких многофункциональных задач, скажем так. Везде проедет, всегда довезет до дома. Было решено доставить машины скорой помощи в фуре. Внутри установили деревянный каркас, чтобы автомобили не смещались при транспортировке. Это новые машины, но их проверяют и специально готовят, чтобы пришли в зону специальной военной операции в полной боевой готовности. Поэтому они не пойдут своим ходом по зимним дорогам через полстраны. Их доставят в фуры. Рентгенаппараты, которые вместе с автомобилями загрузили фуру, тоже ждут в прифронтовых госпиталях. Они позволят делать снимки раненым даже в приспособленных под госпиталь помещениях. Общая стоимость груза больше 10 миллионов рублей. В Ростовскую область, в город Новочеркасск, фура от фонда Прокопьева должна приехать завтра, 20 февраля. Ирина Корчагина, День с толком. К другим темам. Одну из улиц в селе Ганьба хотят исключить из местного ТСЖ. Официальная причина – множество должников. Однако жители уверены, что дело в конфликте с председателем из-за перебоев с водой. Что за холодная война идет в пригороде и с чего все началось, расскажет Данил Кузнецов. Проблемы с водой в Ганьбе на улицах Рябиново и Вишнево начались около трех лет назад. Из-за того, что сети промывают крайне редко, жидкость стала не только грязной, но и де-факто не питьевой. Да и напор минимальный. Проблема в трубах. Обнаружили, что у нас труба на водопровод наложена узким, маленьким диаметром, 50 наружный, ну, наверное, 47 внутренний. Я не специалист. Стали к нему обращаться. Он нам сказал, что «А вы что хотели? Вы трубу сами ложили? Вроде как». В конце нулевых, когда улицы Рябиново и Вишнево появились в Ганьбе, сети проводили без ведома будущих жильцов. Они лишь отдали по 300 тысяч за эти работы. Поэтому про диаметр труб знать не могли. Вопросов не возникало, поскольку при застройке, к примеру, Вишневой, был заложен всего 21 участок. Сейчас их в два раза больше, поэтому напор в самых отдаленных домах улицы минимальный. Несмотря на то, что летом трубы своими силами чистили, проблема никуда не делась. В 2022 году жителям улицы Вишневая предлагалось заменить часть водопровода. Но вы отказались. В 2023 году неоднократно пытались собрать жителей улицы Вишневой, обсудить создавшиеся вопросы с подачей воды, с газопроводом. Но приходили 10-15 жителей, и те срывали собрание. Если жители улицы Вишневая примут решение о замене труб при сборе денежных средств, то правление ТСЖ будет искать организацию, которая проведет данные работы. Есть проблема и с водонапорной башней. Часто ломаются насосы, выкачивающие воду. Администрация Барнаула посоветовала перевести инфраструктуру в муниципальную собственность на обслуживание специальной организации. Но этого сделать пока не удалось. Председатель, как сообщают жители, обвинил улицу в рейдерском захвате водонапорной башни и поставил вопрос о том, чтобы выгнать Вишневую из ТСЖ. Официальная причина – много должников. Хотя люди утверждают, что их не больше, чем на других улицах. И включил чудовищный вопрос на общем собрании наш председатель Руденко Геннадий Дмитриевич по исключению улицы Вишневой. Это чудовищный, причем без их согласия, ущемляя их права. Сам Геннадий Дмитриевич комментарий давать отказался и, распихав всех жалующихся, пытался уйти от съемочной группы. На самом собрании, как сказали жители, этот вопрос не поднимался. Юрист же прокомментировал, что в его многолетней практике это первый подобный случай. И если улицу даже общим собранием исключат из ТСЖ, то критериям законности это вряд ли будет соответствовать. Если теоретически предположить, что улицу отрежут, то жители мало что потеряют. Доступ ко всем сетям сохранится. Разве что люди не смогут участвовать в формировании органов управления ТСЖ и в утверждении СМЕТы. Чтобы добиться справедливости, жители Вишневой обратились в суд. Разбирательство по этому делу пройдет 27 февраля. В одном из барнаульских домов упала подпорка, которая держит обваливающийся потолок. Здание находится по адресу Чкалова 1, дробь А. Деревянная, 58-го года постройки, но не признана аварийным. В основном в нем проживают пенсионеры. Они обеспокоены критическим состоянием крыши дома. Она дырявая и протекает, а потолок гниет и проваливается. А теперь и подпорка упала, что держала его. На днях дом обследовали эксперты и сотрудники администрации центрального района Барнаула. И специалисты не обнаружили изменений в конструкции и заключили, что жильцам дома ничего не угрожает. При этом пообещали помочь в восстановлении подпорки в подъезде дома. Одежда, инструменты, лекарства, а на этот раз еще и техника для выполнения боевых задач. Два кроссовых мотоцикла и дрон. Очередной гуманитарный груз отправили в зону специальной военной операции. Волонтеры движения «Сибирь» своих не бросает. Подробнее в сюжете. Каждую машину забивают доверху, компактно, для безопасной поездки. Ценный груз собирали волонтеры и неравнодушные жители. Все нужно доставить в целости и сохранности. Грузов мы отправляли уже больше 20 раз. То есть вылазки были сначала на своих, своими силами. Какие-то предприниматели, я так скажу, неравнодушные люди машины давали, мы вывозили груза. Потом объемы увеличились, люди стали помогать. Сейчас на данный момент больше помогают тоже ребята, которые после ранений. Волонтеры собирают и отправляют теплую одежду, электронику, бытовые инструменты, печи, подержанные автомобили, постельное белье, вещи, необходимые для раненых, находящихся в госпиталях. Сопровождают груз жены и родственники ребят, которые сейчас находятся на линии соприкосновения. Мужа я не вижу, то есть я до мужа не доезжаю, то есть мы второй раз, соответственно, мы с ним не встречаемся. Но мама, родители все передают, и все потом довозится до них. Момент встречи и прощания, он немножко душевный, простите. Конечно, конечно. Поэтому мне проще разгрузились, мы сделали свою работу, я как истинная жена своего мужа, то есть выполняю свой такой же воинский долг. В этот раз для бойцов из Алейской военной части отправляют две фуры. Среди особенно необходимых вещей два кроссовых мотоцикла для штурмовиков и дрон. Их приобрел и передал бойцам депутат Краевого ЗАГСобрания Максим Банных. В очередной раз хочу выразить огромную благодарность неравнодушимым жителям Алтайского края. Ребятам с ГУМЧС, которые постоянно отзывчиво отзываются, помогают нам в погрузке. А также Максиму Анатольевичу Банных. Сейчас мы собираем коробки, вещи, продукты. Мы уже ждем того момента, когда каждая из волонтерских групп начнет собирать на каравай. Когда мы начнем их встречать. Мы очень надеемся, что это будут эшелоны, что это будут поезда. Когда мы с цветами, я не знаю, с шарами, мы встретим наших героев и будем праздновать это как очередной День Победы. В составе волонтерского движения «Сибирь своих не бросает» сейчас насчитывается уже тысяча человек. Помощь на линию соприкосновения они отправляли уже более 20 раз. Продолжают принимать в свои ряды всех неравнодушных. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толка. Остановить исчезновение редких птиц призывают орнитологи Алтайского края. Сейчас в регионе насчитывается более 300 видов птиц. Причем за сохранение некоторых идет настоящая борьба. В свой профессиональный праздник орнитологи рассказали нашему корреспонденту, какую работу они проводят по спасению редких птиц и почему эта профессия не может не вызывать уважения. Она очень такая в том плане интересная. Ну, допустим, почему я говорил там с лесой, да, она, наверное, не может справиться. А ворону у нас, скорее всего, может. Она очень достаточно агрессивно ведет себя в гнезда. То есть она защищает гнезду. Смелая, отважная и редкая краснокнижная птица кричетка. В Алтайском крае ее можно пересчитать по пальцам, рассказывает орнитолог Виктор Петров. И добавляет, в регионе сегодня насчитывается около 350 видов крылатых. Некоторые, в частности, кричетка на грани исчезновения. Существенный фактор – это химизация сельского хозяйства. Скорее всего, она играет роль через кормовую базу. Потому что питается она насекомыми, соответственно, вот, скорее всего. Здесь у нас химизация. Может быть, надо тоже смотреть пока. Но мы только вот в начале пути – это хищничество. Допустим, леса. Наша хорошая, интересная леса. У нее численность возрастает. И она явно что может хищничать. То есть, ну, разорять не устает. На численность того или иного вида влияют и охотники. Если несколько лет назад весенняя охота в Алтайском крае длилась всего 2-3 дня, то сегодня все 30. Говорили орнитологи, что это фактор беспокойства. Извините, если вы заходите в угодье, вы уже беспокоите. А если вы еще и с ружьем стреляете при этом. А сейчас 30 дней можно стрелять. И сейчас вот на местном уровне, так сказать, на оригинальном, вообще ничего решить нельзя. Я не знаю, с чем это связано. Задача орнитологов – изучение, подсчет и сохранение видового разнообразия птиц. Так, около двух лет назад ученые и общественники спасли птенцов ласточки. Застройщик приостановил строительство на речном вокзале. Птенцы смогли окрепнуть и улететь. Добились победы как профессиональные орнитологи, так и орнитологи-любителей в прошлом году, когда помогли заблудившимся краснокнижным пеликанам. Молодые пеликаны, снесло их ураганом осенью в районе Олейска, были там в других регионах. Да, местные жители все там, и мы так в том числе ездили, помогали там поймать их, отловить. И в итоге потом вылечили, выпустили обратно в то, в пеликане-заканник, где одно время они гнездились. Орнитологи издают специальные брошюры по краснокнижным птицам, запускают проекты по спасению крылатых и собирают средства на строительство питомников для восстановления редких видов. Неоценим их вклад, как ни странно, и в авиацию. В аэропортах есть специальный человек, который следит за численностью пернатых в зоне аэропорта. Благодаря такой работе две крылатые птицы не пересекаются. И ЧП во время взлета и посадки, как правило, удается избежать. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком. Болельщики забросали своих любимцев мягкими игрушками. Так они выразили свое спасибо хоккеистам «Динамо Алтай» за победу в матче с омскими крыльями. Даже несмотря на то, что наши спортсмены завершили сезон в чемпионате высшей хоккейной лиги лишь на 20-й строчке в турнирной таблице. За матчем и мишкопадом наблюдал Дмитрий Дроздов. Суббота. У титов арены огромные очереди. Еще за пять часов до игры было известно, что все билеты на матч «Динамо Алтай» против омских крыльев раскуплены. На последний матч сезона пришло почти пять тысяч болельщиков. «Динамо Алтай» перед последним матчем сезона никаких задач перед собой уже не ставило. Команда не попала в плей-офф, поэтому завершить хотелось бы на мажорной ноте. И хозяева активно начали встречу, забросив первую шайбу уже на 58-й секунде. Если так посмотрите, в третий период никуда не ели силы. Я думаю, что этот соперник нас заставил так, скажем так, больше обороняться. И, ну, в принципе, выстояли, да. Молодцы. И в третьем периоде пытались достать. Но некоторые индивидуальные ошибки не позволили нам это сделать. Следующие голы болельщики увидели только на последних десяти минутах. «Динамо Алтай» забросили еще одну шайбу. Тут же омичи сократили отрыв 2-1. За минуту до финальной сирены барнаульцы вновь забросили. Но через 20 секунд пропустили. Итоговый счет на дабло 3-2. «Динамо Алтай» завершает сезон хорошей победой. Игра отличная. Молодцы ребята. Сыграли хорошо. Маленько сплоховал вратай, но ничего, бывает. Мне понравилось то, что у парней были свои домашние заготовки. И особенно даже первый, как и за гол, мы даже не заметили. Это было главное, наверное, домашние заготовки. Во-первых, поздравляю всех болельщиков с победой. Низкий поклон за сумасшедшую поддержку. Это остается вот здесь и остается навсегда, когда так болеют. Мы, наверное, не имели права сегодня просто проиграть. Поэтому парни отдали все. Было очень непросто, все видели. Ну, как всегда, спасибо команде за валидольную концовку. Набрав 56 очков, ровно половину, мы завершили сезон. Очень рановато, мы где-то сожалеем. Завершился матч «Мешкопада». Все мягкие игрушки отправятся юным подопечным клинического центра охраны материнства и детства. А сегодня состоялась пресс-конференция по итогам сезона. Все подробности завтра в нашем выпуске. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. День с толком.